Здравствуйте! Программа в центре внимания. В эфире в студии Яна Лисовая. Сегодня у нас в гостях замечательный актер театра и кино Антон Семкин. Гость фестиваля «Амурская осень», кстати. Антон, здравствуйте! Здравствуйте, я вам. Как и мои картинки. Я записываю таким образом свои впечатления, которые вдруг они как-то хоп и оформились в какую-то форму. Я не знаю, что это музыка, песня или какая-то бардовская песня. Но я думаю, что будет возможность у нас. Обязательно. Сегодня в эфире обязательно без песни не отпустим. Ну, это такой систематический процесс, да? Или, знаете, по вдохновению. То есть вы написали, там прошло 3-4 месяца, опять приступили. Или нет? Или это уже привычка где-то на гастролях брать с собой гитару, писать что-то? Ну, привычка такая писать и что-то там наигрывать, она, конечно, есть. Но поскольку я непрофессиональный и музыкант, и непрофессиональный композитор, и автор песенек, то я их жду. То есть я жду, когда настанет тот момент, та ситуация, когда возникнет какой-то вопрос, какое-то затруднение или, наоборот, какое-то просветление, которое оно возьмет и оформится в песню. Рисование так же? К рисованию так же пришли, да? То же самое, точно такой же подход. Ну и, собственно говоря, с жизнью все та же самая история. Ну, по поводу картин. Выставка целая появилась в Амурском областном Граведческом музее, да, которая автор работ вы, естественно. Выставка называется «Графика», если мне не изменяет память, да? То есть, ну, по крайней мере, подписана она так. Сколько картин и за какой промежуток времени они тоже родились? 23 работы. 22 работы родились за год, а одна работа была написана, нарисована, вернее, в 84-м году. У меня было 6 лет. Это просто такая картинка, которую сохранила моя мама. И сейчас я выставку переназвал, и она называется «Немиты». «Немита» — это такой буддийский термин, но я его использую таким образом в переводе, это значит «умственный образ». «Умственный образ» — это вот какое-то впечатление, умственный образ, вернее, о чем-то, о событии, там, об общении. Вот, и я его вспоминаю, о чем я говорю, и уже сбился. Как раз говорили о том, что переименовали выставку. Да, переименовали выставку «Немита», и сколько работ. Просто, наверное, хотел похвастаться, что переименовал, а работ 23 за год. Это все таланты, или мы еще чего-то не знаем? Актер, музыкант, художник, что еще? Вот, есть, конечно, большие провисы, где надо разбираться с этим. В планах быть очень хорошим отцом. Это прям масштабный план, мне кажется. Хорошо, но в фестивале многие артисты говорят о том, что жизнь на фестивале кипит, бурлит, и что здесь, уезжая отсюда, получаешь какой-то дополнительный запал на творчество, на музыку. Уже что-то почувствовали? Атмосферу фестиваля? Атмосфера фестиваля такова, что я здороваюсь с людьми по три раза на день, потому что мне кажется, что уже прошло три дня. Очень много событий, очень много новых встреч, и вот сейчас как раз я сегодня проснулся с утра и понимаю, что вот бум, уже прям очень много. Я полон, я прям полон этими впечатлениями, но еще сколько у нас дней осталось? Дней пять, по-моему, еще есть. Ну, вы до конца фестиваля. Да. Амурская осень, как встречали зрители артистов? Как вот реагирует публика, потому что вы тоже посещаете и мероприятия, и спектакли, и кинофильмы? Встречает публика... Вас? Меня, ну вот я был на концерте в УВД, и там, конечно, потрясающе. Там мой зритель еще, я там шесть лет проработал в «Менте» в «Законе», в сериале, и вот там, конечно, было чудесно. Все с открытыми глазами, радостные, подпевают. Это какое-то счастье. Ну, просто счастье. Что вы везете с собой, кроме хороших эмоций, надеюсь, домой? Ну, я думаю, что-то, что-то, наверное, повезу. Но вот на данный момент, поскольку очень часто я бываю в Краеведческом музее, и познакомился и с директором, с Еленой Ивановной. Низкий вам поклон, Елена Ивановна. И с работниками музея, которые окружили меня таким вниманием, и так помогают мне там проименовать работы, что-то я не доделал в итоге. Потому что настоящий художник тоже не знал, как нужно. И к чему это я опять считаю? Ну, есть ли в планах сделать выставку передвижную, да? То есть, куда вы, туда и выставка. Или это пока первый такой пилотный, так скажем, проект, который, ну, может быть, будет иметь место дальше? Может быть. Может быть. В Москве хочу сделать. Есть место. Причем удивительным образом это все сходится, что и Сергей Новожилов, оказывается, сотрудничал с этим местом. Но мне нужно для этого 40 работ. 40 работ. А все-таки, ну, приходит опыт, и хочется делать красивее, качественнее, и то, как хочется, чтобы это было идеально. Потому что, наверное, какой-то перфекционист в этом смысле во мне просыпается. И вот, когда я наберу эти 40 работ, то я выставлюсь в этом фонде «Филантроп» в Москве. Ну, и соберу людей. Я хочу, чтобы у меня есть замечательные друзья, которые пишут потрясающие стихи. Которые потрясающе исполняют песни. И очень много хороших людей, с которыми я хотел бы просто пообщаться. И вот я хотел бы их туда пригласить и пообщаться. Ну, это бы такой вечер искусства, да? И песни, и стихи, и картины, и такая живая атмосфера. Да, я надеюсь, что не один. Я думаю, это серия какая-то должна быть. Где мы вас увидим в ближайшее время в кинотеатре? Над какими ролями сейчас? Вот над ролями я не работаю сейчас вообще ни над какими. Я отснялся в двух проектах для Украины. Вот. И в свои 38 лет, вот этим летом я, в свои 38 лет, этим летом, обращая внимание, я съездил два раза в Киев и отснялся там в двухсерийке и в четырехсерийке. Название Черновы, поэтому не буду называть. И, скорее всего, они там и останутся в Украине. И познакомился там с массой замечательных людей. Ну, и меня не то что удивило, а я увидел, что у нас существует конфликт. Я понял, что это не нравится вот людям, с которыми общался я. И мне нравится, и они начинают злиться по этому поводу, потому что они не понимают, почему это происходит. И идет какой-то информационный прессинг и с украинской стороны на Украину же. С российской стороны прессинг на российскую сторону. А у вас коллеги по цеху, почему вы поехали сниматься на Украину? Нет, нет, нет. Просто я, ну, слышу, вот в том среде общества, в котором я общался, там все очень обеспокоены этим. Там очень большой стресс по этому поводу. И все сожалеют, что так произошло. Мне кажется, пришло время доставать гитару. Да, тем более. Потому что, к сожалению. Тем более, как раз я упомянул про Киев. Я в политике на самом деле ничего не понимаю, а политичный человек. Но я просто услышал, что вот эта волна, она исходит от людей. И, собственно говоря, песенка будет такая. Она и называется «Дорога в Киев». Я написал ее «По дороге в Киев». Легкие вещи, тяжелые мысли, над шпалами мало ли с кем. А детские песни на полках повесли решением взрослых проблем. Эй, заодно в столбы бежали, спотыкаясь об ручьи, а в соседнем руки сжали молодые и ничьи. Как вы, кто вы? Я нормально, мне вопрос добавь на тыл. Я настроен вертикально. В горизонте суеты Важно найти Поздно быть нищим Среди небоскребанных стен Тропинку пути Нежеванной пищи Тому, чем все стало взамен А за окном стал бы бежали Спотыкаясь об ручьи А в соседнем руки сжали молодые и ничьи Как вы, кто вы? Я нормально, мне вопрос добавь на тыл. Я настроен вертикально В горизонте суеты Стой, не беги Замри, но почувствуй О чем закричит тишина Двигайся только после Этих напутствий Это твоя волна Эй! За окном стал бы бежали Спотыкаясь об ручьи А в соседнем руки сжали Молодые и ничьи Как вы, кто вы? Я нормально, мне вопрос добавь на тыл. Я настроен вертикально В горизонте суеты Сейчас должна как минимум сделать вот так Да, спасибо огромное! Потому что зрители обязаны выучить слова Спасибо! Где-то есть в интернете? Пока нету, но планируется Скоро, наверное, появится Есть аранжировка Вот на этой ноте мы заканчиваем нашу программу Это была программа в центре внимания Сегодня в гостях у нас был Антон Сёмкин Актёр театра и кино Музыкант, художник Ну и ещё много-много-много различных регалий До новых встреч!